товарищи приветствую вас нашем месте съемок увлекательное путешествие в мегалифте заходи мой хороший давайте мы вам поможем как-то оживим вашу фотосессию не нужно вам такое вот эта атмосфера да как 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 оно должно было быть нужно было использовать каждый квадратный метр и поэтому там на самом деле находится подсобные всевозможные помещения и ну как потом писали влепил пощечину на самом деле он его ударил по затылку такой настоящий мужской поступок подойти сзади ударить заслоночка которая работает там обалдеть вы посмотрите опа и закрывается да и степло остается опа она открывается потому что точно привидения могут жить суперическая тема эти глаза напротив то есть мои глаза мы уже ходили вот туда сегодня мы пойдем вот сюда солнце понимаете петербурге такая новость что хочется как-то ну преобразится в какой-то мере вот давайте мы вам поможем как-то оживим вашу фотосессию вот таким вот нет не нужно вам такое черт вы ранили меня в самое сердце здесь есть дворы на самом деле куда не так часто забредают экскурсанты мы идем мимо довольно культивую здание построено по проекту архитектора бубыря ильяна или на на это отдельная история я очень часто показывают такие вот ситуации когда есть мои закутки счастья и туда еще в пиндюривают вот например вот здесь вот видите лифтовую шахту и закрывают обзор но особо эпичная конечно ситуация вот здесь у нас располагается вот ну людей был какой никакой худо-бедный вид но вот теперь они любуются вот на такое и обратите внимание на большое количество вот этих вот тут у нас бороды стригут ныне модная тема куда ни плюнь одни мужские парикмахерские всякие другие входы но на самом деле это нам первый намек на то что там было оборудовано бомбоубежище второй намек мы с вами скоро увидим я хочу напомнить что с этой точки мы уходили туда в сторону литейной я когда писал название мне многие писали что не литейной а литейного проспекта мол я ошибся но я хотел сказать что литейной части и здесь вот мы тоже можем видеть вещь которая постоянно показываю за экскурсии видите ворота да если мы внимательно присмотримся сюда то мы увидим что здесь были еще одни ворота вот остались петли вот этот проем но после революции кризис жилья переоборудоваться все под жилплощадь и поэтому вот как мог как можно жить на территории бывшего конюшенного сарая да вот так вот очень мило а это второй намек на то что вот там проходит бомбоубежище потому что это шахты явно оттуда мы с вами возвращаемся к анненкирхе про который я уже рассказывал до предыдущем выпуске но на всякий случай помещу туда ссылку мы снимали в прошлом году а сегодня у нас речь пройдет пойдет про несколько иные вещи вот отбойничек кстати сохранился видите ободственной собачками несколько другие вещи в основном связаны как и парадоксально с жандармерии и революционерами потому что на этой кирочной улице находилась два довольно знаковых объекта вот еще одна шахта у нас ныне расписанная до убийцами я напоминаю что вот сюда да у нас ходил данил багров покупать компактный диск и говорил масяня группа научилась помпилиус и вот она первое здание кирочная 5 но прежде чем о нем поговорить мы поговорим об этом здании буквально сквозь это доходный дом анненкирхе это нормальная ситуация уже говорил об этом то есть при церквях доходные дома которые были под сдачу и деньги от этого шли соответственно содержание церкви на разные благоварительные цели так вот александр николаевич бенуа который мы сегодня будем еще много говорить он вспоминал что доме церкви святой анны проживала вдовая коллекционера альберта кавус а ксения ивановна кавус и он описал я вероятно не раз бывал у бабушки кого с детским воспоминания об этом у меня не сохранилось зато незабываемым остается тот день ранней осени 1884 года когда у бабушки был устроен парадный обед в честь мара моего брата миши только что женившегося на своей кузине ольги кавус весь обед состоял из венецианских национальных блюд а в качестве основного блюда сейчас после мини строни была подана тембаль до макарони специально заказано знаменитого пивату на большой морской что такое тембаль до макарони или просто тамбаль это макаронный пирог то есть это вот такое фирменное блюдо которым бабушка кормила сашеньку это здание жандармских казарм и офицерских а дальше мы с вами видим уже казармы жандармские нижних чинов если мы с вами вспомним школьную молодость то мы вот на подкорке у нас есть что жандарм это что-то ужасное это вот такое эти голубые шинели о которых вы кстати еще сегодня поговорим которые вот душили все как бы на корню все революционно и так далее так далее то есть не было хуже вообще жандарма не было хуже понятия чем жандарм удивительно но в среде офицерской и среди армейской отношение было примерно такое же что я вам вскоре продемонстрирую на примере одной книги которую я вам покажу я вам сегодня покажу две книги поскольку как вы знаете я люблю показывать книжки которые на мой взгляд следует прочитать и давайте мы побеспокоим нашего оператора замечательная нога я кстати ну повернись к лесу передом точнее к солнце передом а ко мне задом со мной заигрываешься что я такой красивый стал что-ли возбудился ты же с женщиной живешь окснись по окснись побойся бога вот так вот она выглядит замечательная книга на самом деле с большим количеством иллюстрации с большим количеством источников многие из которых я читал ну например вспоминали мартынова того того же самого которая здесь приводится чуть ли не в плотном графике и вот например что я вам хочу зачитать почему почему вы знаете что в числе тех которые сами толкует мне всякий раз какого-нибудь мерзавца который лучше не просит не спросит как через минуту прийти сюда с доносом вот как вы думаете кто кому это говорит это говорит генерал сагдынский герсону арестованному то есть он арестованного ну на тот момент государственного преступника произносит о том предупреждает о том чтобы он держал соответственно язык за зубами потому что иначе среди тех кто его окружает может оказаться предатель который донесет и это как бы крайне удивительно потому что вообще вот фраза которую мы с вами будем встречать под названием провокатор она была тоже крайне распространенной в том время причем провокаторами являлись те кто сейчас являются агентами шпионами им посвящены многочисленные фильмы в том числе голливудские мы сейчас зайдем на секунду вот сюда посмотрите какая неземная красота то есть когда-то здесь были ковры у нас возможно я не в курсе но и возможно предполагаю что здесь даже было какое-то панно вот а вот это у нас соответственно камин бывший камин который затапливал человек по имени швейцар здравствуйте давно камин топился а не не надо не надо нам нормально до люстра горит но это вечером наверное актуально спасибо швейцар пословно в таких уже домах домах попроще дворник затапливал этот камин здесь остались клей мы обратите внимание специально видите вы выложены беляев лебедева производства метода фабрика да то есть люди постарались местные собрали вот эти архивные кирпичи и сделали ну и мы можем посмотреть наверх увидеть что конечно же лепнина вся очень сильно замазана краской и изначально конечно же да вот она была более выпуклая и возможно и цветовая гамма была иная и вот тот вензель замечательный он тоже значительно выделялся вот этой лифтовой шахты изначально не существовало соответственно люди поднимались пешком на последний этаж и в одной из таких лифтовых шахт мы сами окажемся сюда мы не пойдем потому что там на самом деле нет ничего такого интересного ну для нас именно тут все достаточно прилично чистое и все такое прочее так вот продолжая тему с жандармами сейчас мы выходим отсюда на белый белый свет я хочу напомнить что кирочная улица напоминаю начинаем называется так собственно в честь кирхи святой анны тот же сагдынский во время ареста петрашевцев 23 апреля 149 года демонстративно держал в руке документ в котором был указан агендоноситель антонелли да так чтобы арестованные непременно могли прочитать первым фамилию секретного сотрудника прочел достоевский тут же поставила об этом известность своих товарищей что пережил потом бедный антонелли можно только догадываться вот так меняется риторика да то есть что пережил бедный антонелли конечно же в советское время он не был бедным он был провокатором именно так да это можно убрать именно так его называет свои книги которые это вторая книга который я вам сегодня покажу и последняя вот здесь это классика жанра она была написана еще в 69 году именно по этой книге на самом деле пишут все маршруты достоевской веды значит в этой книжке написано следующее у николая александровича спешнева в петербурге был собственный дом на кирочной улице ныне улица салтыкова щедрина дом 14 смотрим сюда кирочная улица дом 14 вот так вот выглядел этот спешнев спасибо так выглядел этот спешнев знаете чей-то дом это дом первого коммуниста вот так вот выглядели первые коммунисты хочу напомнить вам но на самом деле конечно же первым коммунистом его прозвали тут написано что можно сказать что из всех наших это самая замечательная личность это поэт плещеев современники называли его первым русским коммунистом дело в том что этот человек он тоже был кружки петрашевцев и он как бы поскольку человек был достаточно амбициозной то ему не хватало какой-то движухи и он собрал группа товарищей они делились так называемое левое достаточно радикальное крыло членом которого участником которого этого левого крыла был как раз таки федор михайлович достоевский значит спешнев он выехал в европу причем тут очень характерно заметить что николай 1 написал на прошении то есть ему нужно было поднять подать соответственно прошение о том что он хочет покинуть европы и николай 1 писала прошение что в его года как бы очень и стыдно вместо службы и ехать ну так сказать он хотел выехать так сказать свое образование дополнить стыдно в его года этим заниматься но отпустил и когда он вернулся вот он как раз принес сюда коммунистические идеи достаточно и но такие примитивные на тот момент еще и он решил издавать подпольную газету соответственно в какой-то момент к аполлона майкову пришел достоевский а надо сказать что он конечно выбрал адресата это потом стал на такой главный ватник и сообщил вы конечно понимаете что петрашевский несерьезный человек и что из его затеи никакого толка не выйдет а потому из его крышка несколько серьезных людей решились выделиться но тайна и образовать тайное общество с тайной типографии для печатания разных книг и даже журналов но с какой целью конечно же с целью провести переворот в россии мы уже имеем типографский станок его заказывать по частям в разных местах по рисункам мардвинов маринов это один из членов кружка то есть реально они думали подготовить государственный переворот и во время ареста уже петрашевцев этот кстати станок он был разобран по частям хранился мардвиново там у него была лаборатория поэтому химическая поэтому не привлекал большого внимания и его родственники сняли дверь с петель чтобы не подтвердить причать и вынесли этот станок оттуда так вот здесь именно написано что жандарским отделением для собрания кружка был заслан провокатор провокатор недоучившийся студент петербургского университета сын академика живописи антонелли то есть то что сейчас для фсб для цру является общим местом тогда вот называлась провокатор и вот этот успешник на самом деле мутил воду и потом достоевский говорил что своего ставрогина он написал как раз вот с этого персонажа при том что он был красивый богатый его любили женщины ну то есть казалось бы все у него есть но вот понимаете да дом свой который сохранился до сих пор дом свой имелся здесь мы сами давайте перейдем потому что мы их я хочу показать вам вот этот вот дом ну вот тем не менее до коммунистические идеи именно спешнив еще до нечаево еще до ишутина организовал первый комитет со своим уставом революционный комитет члены которого по первому зову этого комитета обязанным были явиться и как там прямо написано писаться в драку точно так и прописано что нужно драку нужна драка с вооруженной огнестрельным или холодным оружием мы с вами да и закончу тему хочу сказать что вы знаете есть такое понятие seo да seo это продвижение то есть когда вы в тексты текстом шпиговываете какими-то ключевыми словами вот саруханян как и многим исследователям того времени приходилось нашпиговывать текст упоминанием линия например на собрании 15 апреля 1449 года федор михайлович достоевский читал знаменитое письмо белинского гоголя которая ленин назвал одним из лучших произведений бессензурно-демократической печати вот ленин должно было мигать постоянно в таких произведениях и чем например эта книжка заканчивается если мы откроем ее она заканчивается следующим буквально последние вот последняя часть в августе 17 года в трудное для молодой советского государства время в газете известия за подписью ленина был опубликован список исторических лиц но которым нужно было поставить памятники здесь идет про памятник марвинова который раньше стоял на цветном бульваре а потом был принесел собственно во двор дома где достоевский родился юно снимай пока вот этот дом а я запихну тебе книжку и больше уже не буду вас сударь беспокоить по поводу и без да значит теперь мы обращаемся к воспоминаниям все того же александра николаевича бенуа и нету просто на пену зайдем в гости поэтому нету скинули уже код читаем дом дяди сезара представлялся мне чуть ли не самым изящным во всем петербурге стоял же он на кирочный нас упротив того места где начинается надеждинская а надеждинская это вот эта улица эта улица которая ныне называется маяковского и вот про этот собственно дом мы и говорим там на двери у нас 1867 год это год постройки самый дом был нервный петербург достаточно нервный я извините меня тут просто в миллион процессов одновременно его нужно отвлекаться и отвечать на всякие сообщения ну да вот такой я неуважительный к своим зрителям человек ну поживите с моем графики и не так звуете до самый дом был полу особняком в два этажа над высоким подвалом то есть над высоким подвалом давайте посмотрим полу особняком в два этажа то есть вот тот первый этаж где сейчас у нас универсам и магазин для товаров он в понятии бенуа является полу подвалом как раз слуховые окна люкарны барочного стиля этого мансардного этажа придавали дому дяди заграничный парижский характер мы не увидим с вами этих люкарн потому что судя по всему третий этаж был потом надстроен то есть вот там как раз были вот эти окна люкарны с выделяющимся резолитом ну и что нас тут интересует на первом этаже собственно вот так где центр связи жил дядя сезар а на втором этаже в комнатах с очень высокими закругленными окнами вот как раз они видите немножко закругленные окна идут по второму этажу потому что на первом этаже окна простые не закругленные жили сабуровы андрей александрович бывший одно время министром народного просвещения любежнейшая его супруга который почему-то республик называл тетей люлей так вот по поводу сабурова видите каких теплых тонах рассказывает о нем александр бенуа дело в том что сабуровым произошла одна история он занимал пост министра просвещения довольно недолгое время и в чем был замес всегда со студенчеством у них ведь изначально еще в 60-е года в 63-м году был принят студенческий устав согласно которому они могли организовывать там свои какие-то внутренние корпорации у них была достаточно серьезная автономия они могли выбирать ректора и так далее потом этот устав был сведем практически нулю потом знаменитый указ о кухаркиных детях министра просвещения делянова это уже забегая вперед так вот сабуров он на самом деле хотел частично вот эту свободу студентам вернуть но в государственном университете в 1880 году должны были праздновать как раз очередной юбилей и из подачи жильябова коган бернштейн прочитал прокламацию которая была собственно жилья было написано андрей жильябов напоминает один из главных народовольцев гражданский муж софи леона перовской далее ну естественно советской прессе было написано о том что это все было поддержано массу студентов на самом деле нет часть студентов поддержала часть студентов нет после того как он это все зачитал он кинул соответственно листовки они разлетелись и некий папе подбельский подошел сзади и ну как потом писали влепил пощечину на самом деле он его ударил по затылку такой настоящий мужской поступок подойти сзади ударить на сказать что сабуров не потерял самообладание все знали что он человек достаточно мягкий конечно он был не на своем месте до министерский пост он требует определенного рода жесткости но интересно дальнейшая судьба этих людей значит сын папе подбельского похоронен у кремлевской стены а сын когана бернштейна и папе подбельский отец и коган бернштейн отец они погибли на самом деле на каторге сын когана бернштейна был расстрелян в 1918 году большевиками в сибири и кто бы сказал папе о том что его сына постигнет такая ну по его мнению нелогичная судьба ведь они же вроде как боролись за одно и то же видите как разводится потом время людей по сторонам вот этот вот второй корпус вот это уже соответственно корпус для офицеров нижних чинов жандармерии надо еще сказать что в царской россии было крайне запутанная система правоохранительного всего этого инструмента помимо жандармского управления было департамент полиции потом трансформировавшиеся в охранное деление и вот например жандарновицкий пишет о том что между жандармским делениями департамент полиции вот шла постоянная такая найти вот ненависть постоянная резня возня потому что они очень сильно конкурировали и дело в том что охранники выписывали ордер на арест а арестовать должны были представители как раз жандарского управления но те зачастую не знали за что арестовать ну потому что это секретная часть они не могут иногда распространяться об этом и жандарм очень часто охранников подозревали в том что те специально что-то выдумывают какие-то свои вот эти дела ну это кстати тоже имело место быть но в основном в основном все было по делу и вот это неповоротливость системы она как раз создавала основные проблемы из-за чего революционеры очень часто чувствовали себя достаточно вольготно в царской россии я уже рассказывал что там и ссылок бежали и вообще ну в общем все было хорошо мы с нами с вами пришли в доходный дом бака где мы сейчас зайдем в одну квартиру вот это вот у нас классический петербургский дом двор-колодец причем такой достаточно опрятный между прочим саньем не пахнет и если мы внимательно с вами посмотрим вот на эту перспективу то мы видим ту же самую картину что я уже говорил видите очень отличается форма окон и она как бы намекает на то что здесь когда-то что-то было и действительно здесь было потому что если мы посмотрим вот сюда то вот анатомизм единственно сохранившийся да это явно бывшие опять-таки конюшенные сараи которые после революции были превращены в жилые помещения дом бака характерен тем что сюда не шарится только ленивый он попал в большое количество всевозможных рекомендаций туристических местные жители от этого не в восторге их можно понять но что поделать и вот вот эту территорию по которой мы идем это так называемый неграмотно названный подвесной пандус то есть если мы посмотрим видите мы немножко спускаемся такая же тема есть еще как минимум в двух домах которые я знаю вот один из них казачьим переулке время же такое что нужно было использовать каждый квадратный метр и поэтому там на самом деле находятся подсобные всевозможные помещения нужные для того чтобы все казалось бы но нет но собственно ради вот этого люди сюда и приходят мы здесь снимали клип который вы недавно могли видеть ну и вот в одну из квартир которая располагается в этом крыле мы сейчас с вами направились значит пару слов вот про вот эти вот переходы это можно видеть доходном доме барановского я там сделал обязательно экскурсию на нынешней улице достоевского значит ценились основного квартиры которые выходили на улицу окнами да а люди которые жили во дворе это были люди второго сорта поэтому квартиры там стоили дешевле для домовладельцев была проблема как соответственно их не более-менее уравнять как цену вот этих вот квартир повысить значительно и он были придуманы такие переходы то есть о привет вот мы сейчас как раз тебе и зайдем да 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 все я код получил сейчас я зайду да и были придуманы как раз вот такие вот видите галереи то есть вы точно так же заходите с улицы чувствуете себя белым человеком ну и проходите свои апартаменты и их уже можно было сдавать ну вполне себе задорого ну пойдемте раз уж нас прям ждут уже там мы идем к одному из гостеприимных хозяев который ну почему и нет да тихонечку даже монетизирует свое пребывание в этом доме устраивает там чаепитие вот этим и как бы видно не видно мы спускаемся вниз то есть вот постоянно идет подъем покрытия туда наверх сейчас я посмотрю код так демокаре лица как хорошо когда светит солнце вот это самая звезда по имени в петербурге колонне Ой, господи! Вот эти галереи изнутри. Мы с вами были вот там. Требуется, конечно, ремонт, мягко говоря. Кусочек витража сохранился. Я так делаю постоянно, на самом деле. Но я живу в доме, где практически можно так и делать. А здесь я вот так поостерегся. Ну, я просто переживаю за владельцев этих ключей, на самом деле. Ну ладно, надо предупредить арчилы. Пойдем выше. Конечно, все для вас. Вот как это назвать? Да, я просто звоню в любые квартиры какие-то, которые... Ну, а что, хорошая квартира, что бы не позвонить сюда, например. Тебе нравится? Да. И мне нравится. Слушай, а можно тебя на секунду? Ты знаешь соседку снизу? Сосед там. Сосед? Слушай, пойдем тебе покажу одну вещь. Я не знаю, что с этим делать. Да? Ну вот смотри. Этот известный в городе человек. Сергей Пряничников. Ну, говорит. Ты видишь вот это? Ой, спасибо. Спасибо. Он очень открытый. Да, он очень открытый. Подождите, подождите. Сейчас. Это прикольно. Сергей Пряничников. Сейчас мы его наберем. Наберись. Потому что он не отвечает, на самом деле, на звонки. Он курсирует между Францией и Россией. Слушай, ну давай мы их вынем просто. Пусть они у тебя будут. Просто очень артистичная такая личность. Ну, скажи, что у меня его ключи. Сергей, ко мне в гости приходят, вот Павел Перец, известный как бы краевед, довольно таки сказал бы. Обнаружил ключи в дверях у тебя. Вот честно, не взял в себе, а обещал вернуть. Да, такие зелененькие там, зелененькие. И твои, да? Да, все, короче, они будут у меня. Павел, мне их передадите? Нет. Продам. Вот, обещали продать. Я шерчу. Да, Сергей, так что он на месте, да. Заходи, звони. Так, ни, сорочка тут. Значит, продашь ключи, продам твои перчатки. Хотя, тебе уже были поздоровы. Ты понимаешь, как ему повезло? Я понимаю. Я даже боюсь представить, какая ростка в квартире. Мы бы, конечно, сейчас могли бы так, знаешь, такие скандалы, интриги у нас лесу. Да, но мы не будем этого делать. Сергей, мы уважаем на самом деле частную собственность. Если честно. ну это заметно и вот мы в гостях вот с таким замечательным песиком как его зовут напомни изумруд easy easy to remember и а еще была замечательная версия группу поиск на ум он иди и желаете санды и молнии и вот соответственно на самом деле сюда ходят люди да здесь автокомната можно пройти нет как да пойдем то там сопр самый цимис самая фишка ну естественно если я павел перец то конечно же я не могу без и синяк да и синяк и синяк сосиси то есть хозяин заморочился вот видите например если мы посмотрим напротив посмотрели бы мы видели вот такую вот замечательную картину ленинскую политику кпсс ну в общем тут можно все что угодно говорить масса всяких артефактов можем чуть-чуть сюда вообще можно встать но выходи да не вот она перспектива кирочные улицы мы начинали вот там вот там соответственно дом альберта альберта дяди кого дяди цезаря сезара вот этот вот соответственно массив нижних чинов жандармского управления ну а вот там вот мы с вами будем все не финишировать уже довольно вскоре пойдем внутрь здесь у нас показано на самом деле как это все реставрировалась как это все делалось вот такие хайс карперы стояли раньше здесь до сангали скорее всего да франс карлович сангали скорее всего самовар я и моя маша и патефончик неужели рабочий но конечно дом в отношении не имею но по одно понятно нету для атмосферы атмосферы пластина именно 907 года нашли ну вот это конечно просто снос башки то что вот в этих соответственно комнатах были колонны вот такие вот да это намекает на то что публика который снимал и здесь жилье была не бедна при этом форма окул уже вполне такая арно ложная приближается к ним к нему анфиладная система насколько я помню это же была коммуналка которая росла росла и выросла в частном владении можно стать если в кадр попадет вот эта история уже нарезание огромный барской квартиры смотрите значит 4 квартиры нумерация 3 осталось только вот в этой части это 72 то есть разной щеки пиццы когда в старом фонде ищет куда попасть ну понимаете буду продолжать 1 вот еще что интересно зал 100 метровый в части которого мы находимся посмотрите просто на его примере 6 метро и как они нарезаны сейчас здесь у меня папа антресоли построил а той часть 60 метров который за стенки резьба вообще еще меньше на четыре части разделена коммунал тут не сохранилась ли есть вот эта коммуналка за стеной за стеной коммунал когда это изначально да это я успел фотографировать ваши вот это при плиту и летник который был мы уже это тоже погибло года два назад это все вынесли летник был прямо в квартире прямо в квартире был летник даже на схеме вы видно вот такая пристроечка со двором заметить а вот это летник это летник да там был под пол туда именно негристовидно отложить мы вот когда проходили там как раз левой стороны отворот была вот такая обратили внимание он снега то не попадает она отсюда идет стране в тени на вот собственно как этот ледник наполнял совершенно вот-вот вырубали на ниве лед но у меня есть вы выпуска об этом я стою по центру нивы и собственно более подробно более подробно рассказывать вот эта атмосфера да как 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 оно должно было быть я смеюсь инстаграм того времени да 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 что хозяйка модничает явно с интерьерами супругами военного министра этажом ниже которая жила камин пожалуйста да с вот такими вот системами она открывается нет за тоночка которая работает там обалдеть вы посмотрите опа и закрывается да и степло остается опа она открывается а муж точно привидение могут же саду ради реческая тема обалдеть да ну в общем что могу сказать круто и соответственно можно до прийти сюда по предварительной договоренности записи и так далее конечно можно прийти правда я четыре месяца назад начал приглашать сюда гостей 1 лёшкой с хидома был такой легкой руки сказал что не показываю себе что интересно вы чушу это что ли я увидел где-то в глазах людей начал сам вести экскурсию но я потом понял что краевед экскурсовод это сродни актерского мастерства что я психологически психологически не вытягиваю каждый раз как первый раз людям рада нормально ты рассказываешь что-то комплексуешь все время что-то я там накламина комплекс обещаю буду искусствовать сам скором времени да я помещу там внизу соответственно ссылки обращайтесь приходите да 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 сашка фадеев а тот который у которой мы на крыше были дайте смотрите смотрите вы а вот эти все моды люди они идут в студию да там наверх да у нас такой раскордаш элементы коммерции и живые здесь сейчас у меня немножко поток такой получился но я слава богу не самому создала у нас дома уже два года ходят ребята и те кто заходят в дом я просто одного пустил и потом начали все ко мне уже ловиться как говорит с оказией это все надо сейчас конечно такое ограничивать потому что лучше чтоб я это вовремя и активистами дома все это ограничили чем соседи нас просто начнут потихоньку отламывать и это но я да я могу соседи понять на самом деле сколько раз тот замок был скрыт ты даже не представляешь уже наверно 5 по счету потому что выход на галереи очень считается почетным занятием среди краеведов ну а что это за краеведы которые скрывают замки вот не в голову не придет даем им просто экскурсоводы где в голову не придет прийти куда-то взламывать я конечно если открыто я туда залезу но если там закрыто то зачем вот прошлом и что речь идет товарищи приветствую вас нашем месте съемок торжественно хочу поздравить вас сначала вашей инстаграм сессии и пожелать успеха удачи здоровья счастья в личной жизни а также добрых соседей которые не будут посылать вас так елочка раз-два-три елочка гори а это что за затея такая это затея была новогодняя елка которая вот живет еще живое существо как в грех скажу обратите внимание плотная плитная нам больших нервов и больших денег фонду капремонта который хотел петрович и положить сюда квадратного да но мы ему показали хрен такой большой марина там на связь это дома билось миллионы потратили все-таки сделали здесь среди них новодельных можно найти 15 процентов то есть это все это все родное 15 процентов только родная оборот на нас продать родная восстановили суши на молодцы волосы эта история живописность двора потеряна после ремонта у нас очень любили киношники на двор снимать левиафан такой фильм был звягинцева и потом тот же оператор снимала вот он был в полном восторге когда еще до ремонта все было облезло когда отремонтировали он такой пришел и по них я даже покажу вам кадры бандитского петербурга на самом деле да где вот показано вот тот внутренний проход который снимался ну и вы видите да что здесь вот очень любят вот это все давай чего нибудь пошлем сверху так вот пункт попалась сказать оживим кадр и это будет самый лучший на самом деле кадр с пареченковым помню как фильм снимали вчера буквально около бетфорда снимал гоша куценко кадр там омоновцы по уже эту ломали кувалдой дверь там короче такой action был полный в общем короче жизнь кипит жизнь у нас кипит пойдем спасибо за эксклюзивчик не ломайте не ломайте в банке да вот замки вот вот я про это и имел ввиду да да так и с обошеледник видя я не знаю вот так вот век живи век учись а так вот на самом деле сложно предположить да девушки что такое что вам надо здравствуйте рома желаем вам всяческого процветания любви и согласия вашим нелегком бизнесе пойдем гениальный оператор придумал знаете как в телевизоре делают это он такой заходит выходит потом такой монтаж растет парень растет на самом деле меня это телевизионный формат в печенках сидит если честно потому что в общем это все прошлый век мы с вами опять оказались на кирочной улице и в принципе у меня есть маршрут в ту часть но мы с вами будем потихонечку закругляться здесь потому что во первых я хочу рассказать что не только в москве была тенденция которая заключалась в том что на месте храмов возводили станции метрополитена точно такая же история была в петербурге ну например самый известный спас на сенной там сейчас сенная площадь станция метро знаменская церковь на площади восстания а тогда знаменской и чернышевская вот это станция метрополитена которая стоит на месте церкви святого космеи демиана саперного батальона была возведена по проекту максимулиана мессмахера и мало того что это была церковь здесь еще перед ней был поставлен памятник этим самым саперам перенесенный из петергофа и был захоронен один из генералов то есть это был такой самый настоящий монумент воинской доблести в этой церкви хранились знамена иконы и все такое прочее ее благополучно уничтожили по до сих пор краеведы бьются так это или не так по некоторым данным соответственно школа которая была там заведена она была сделана из как раз на из подсобных помещений точнее из помещений приезжавших этой церкви здесь у нас как обычно стандартная ситуация вот видите абсолютно неприметная мемориальная доска что что-то не пугаешь ты доску снял молодец лев владимирович руднев причем обратите внимание по 42 год опять-таки краеведание было установлено что он жил здесь вниз не в эти года но какая нам принципе разница руднев это тот человек ну например да который облагородил у нас марсово поле весь марсово поле до того как там появился собственно руднев зайдем сюда в этот двор был плацем его называли петербургской сахарой и когда там особенно проходили учения павловского полка пыль стояла столбом вот руднев соответственно сделал там вот сюда давай зайдем руднев сделал там ну провел ландшафтный дизайн распил да можно так это сказать здесь мы можем с вами видеть редкий случай но такой бывает в питере вот например в соседних дворах где я живу возле маринского дворца вот ведь вот эти таких под клетой можно их так назвать деревянные это на самом деле родные деревяшки оставшиеся еще с тех времен и вот вам пожалуйста очередной раз вам показываю то есть я сам начале экскурсии показывал как выглядят лифтовые лифтовые шахты которые были инкорпорированы недавно а вот это советский вариант чем они характерны напоминает то что у них еще деревянные штапики внутри но вот эту лифтовую шахту скоро тоже будут менять и специально для котофилов вот там во втором на втором этаже ведь и котик частным оператор сделает красиво но мы с вами сейчас попробуем зайти еще в одно место если мы туда попадем конечно потому что в какую-то парадную мы попадали в последний раз в какую-то не попадали и вот мы внутрях и сейчас я предложу вам увлекательное путешествие в в мега лифте заходи мой хороший подожди надо дверь закрыть все для я понял когда какую-то экскурсантку а нет я помню да ребята ко мне замечательно приезжали из москвы и мы втроем здесь вместе такой небольшая группа ушечка в этом лифте но надо сказать что девушка немножко напрягалась паша скажи пожалуйста это у тебя телефон в кармане или ты мне очень рад какие у вас шуточки понимаете какая у тебя подводка у глаз хорошая да подводка у него глаз такая что видите даже оператор завелся но собственно чем мы сюда зашли потому что ну во первых показать вот это вот прекрасное до произведение советского искусства на самом деле зато не пешком вот что я хочу сказать да то есть лучше так чем чем никак особенно это касается людей которые проблемы с сердцем и так далее но еще это все сделала ради конечно вот этого видите куку и все красивое куку на потрясающий дизиган ну и вот да это мой любимый пейзаж петербургские квартиры творится название высокой культуры быта ну и но это понятно что это прикол то есть мы с вами были только что в квартире которая была бывшей коммуналкой вот она когда-то вот представлял собой подобная вещь вот это вот я очень люблю в петербургских парадных шикарно да но уж обратно мы тогда не будем мучить оператора спустимся пехом вот здесь вы можете видеть классический петербург мансарды которые кстати летом не очень комфортно в некоторых да потому что если если там нет кондиционера видите какая красотуля место для курения цивилизованная вот старый ящик для писем и съела меня вот смотрите какая прелесть у меня тележенькая привязанная специальная с замочком кто-то может мне покуситься но мне конечно больше всего радует вот такие вот видите то что здесь такие вот закутки в которых монтирован этот лифт то есть сюда захочешь не зайдешь ну и собственно это прелестно это петербург собственно давай здесь и закончим есть несколько новостей друзья мои значит одна из главных новостей заключается в том что я перевожу все оплаты за экскурсии онлайн но это делается для того чтобы сказать обилить мою деятельность нею хотел убили еще прошлом году но банк меня послал в котором я был альфа-банк я его поменял соответственно с 1 мая я буду стараться это все делать понятно что это не у всех будет находить понимание кому-то проще это так это все то есть на сайте под каждой экскурсии будет заведена отдельная страница вы заходите оплачиваете и вам приходит уведомление и это является вашим билетом более того таким образом я наконец урегулирую количество людей которые ко мне приходят и буду четко понимать кто туда ходит после экскурсии вы можете приобрести книги пока к сожалению занал но я думаю что в дальнейшем я придумаю удобную навигацию чтобы вы могли одновременно если вы хотите помимо экскурсии еще привести приобрести книжку вы бы это делали особенно это будет неудобно москве потому что точно знает сколько книг вести иначе как книгановша приезжаю каждый раз но книги есть и на сайте теперь там не надо платить комиссии робокассе вы платите только за пересылку почтой все ссылки есть вот там экскурсии идут очень активно на майских праздниках практически каждый день ну и в дальнейшем соответственно это будет происходить тоже весьма активно будут разные прекрасные образы даниил оператор с волосами как у мальвины там будет находиться в виде ссылки если надо обращайтесь если кому нужна соответственно видеосъемка ну и что относитесь с уважением пожалуйста к наследию петербурга к людям которые живут в домах собственно не надо там ссать срать курить пытаться ломать те двери особенно там на всякие чердаки и прочее куда вас не просят и будет вам счастье с вами был гид павел пирес комментарии пока